Вопросы развития регионального здравоохранения поднимались сегодня и на брифинге заместителя начальника управления информационной политики Новгородской области Ивана Сизова. Подобный формат общения с журналистами планируется сделать постоянным. Уже с завтрашнего дня круглосуточный стационар в поселке Шимск прекращает свое существование. Здания больницы ждут большие перемены. По планам там будет произведен ремонт, облагорожена территория, сделан удобный подъезд. Поликлиника продолжит свою работу, не прекратит принимать пациентов и дневной стационар. Так что, по мнению властей, перемены или неудоб в связи с переводом госпитализации в Сальце жители Шимска почувствовать не должны. Ну разве что плановых больных будут в Сальце отправлять, но это и сейчас происходит. Это происходило и раньше, там кого-то в Новгород отправляли, кого-то в Сальце отправляли. Ну из плюсов там аппарат УЗИ уже привезли. За последние два месяца в больницу в Шимске было госпитализировано 40 местных жителей. С такой дополнительной нагрузкой доктора в Сальцах справятся, уверены в правительстве области. Еще один наболевший вопрос, о котором не могли не спросить журналисты, переезд колледжа искусств из здания в Кремле. Переезд будет в университет, идет навстречу и предоставляет здание на Чудинцево, помещение на Чудинцево. Да, там тоже нужно приводить в порядок еще под нужды колледжа конкретно. Безусловно, колледж переедет туда на бесплатных условиях. Эта история даже не первого полугодия 2019 года. Во время образовательного процесса музыкантов никто трогать не будет. Причина переезда – аварийное состояние здания колледжа. Штукатурка с потолка там начала сыпаться еще два года назад. Эта федеральная собственность и ремонт будет осуществляться за счет федеральных средств. Впрочем, возвращения в Альма-Матер студентам колледжа искусств ожидать не стоит. В последующем здание в Кремле будет использоваться как дополнительная площадка для экспозиции из запасников Новгородского музея-заповедника.